Инвестиционный портал Ненецкого округа пополнился новыми проектами. Два бизнес-плана накануне рассмотрели и одобрили на заседании проектного офиса при окружном департаменте финансов и экономики. Один из проектов – открытие онлайн-магазина для реализации продукции местных товаропроизводителей. Пока идея разрабатывается, в Наринмаре продолжается строительство не виртуальной, а реальной торговой площадки. О первом сельскохозяйственном рынке мы поговорим сегодня в студии. Это актуальное интервью. Я хочу представить нашего гостя. Это Виктор Хабаров, которому и принадлежит идея создания сельскохозяйственного рынка. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Валентина. На какой у вас сейчас стадии идет строительство рынка? На сегодняшний день на территории участка проведены все необходимые коммуникации для строительства. это наружное электроснабжение, теплоснабжение, холодная вода. Также сейчас идет устройство колодца «Септик» и фундамент. Вы уже делали репутаж по этому поводу, в принципе, видели. Расскажите немножко об этом рынке, о самом здании, какое оно будет, что, в принципе, предлагается, будет предложено людям? Вообще, это современное здание размерами 20 на 30 по осям, двухэтажное, 1200 квадратных метров. В принципе, каждый этаж однообъемное помещение, есть санузлы, два лестничных марша. В принципе, стандартные, в некоторых регионах уже действуют аналогичные проекты. То есть вы взяли по аналогии из другого региона? Да, по похожему, по нашим климатическим условиям. То есть готовый проект мы уже покупали. Единственное, что мы его доработали под участок, под геологические изыскания, под пятно застройки, чтобы оно соответствовало, в принципе, и нашей архитектуре. Ну, а вот если говорить об идее создания, то как она вообще у вас появилась? Вот как вы вдруг решили строить сельскохозяйственный рынок? Ну, вообще, эта история длится давно. То есть в первоначальном этапе был маленький земельный участок в том районе. Далее администрация города объявила тендер на соседний участок. Я, в свою очередь, выиграл и тот тендер. В дальнейшем объединил его. Получил, в принципе, объединенный участок. И появилась возможность построить на том месте по назначению магазин. Изначально планировался магазин, но поскольку сейчас времена такие, что арендаторы неохотно идут, особенно из других регионов в наш регион, акцент сместился больше к нашим, так сказать, потенциальным арендаторам. Тем более, что сельскохозяйственный рынок на сегодняшний день, тема, она актуальна. Она социально ориентирована. В принципе, мы идем как бы пути с конца. То есть идем уже от арендаторов, получается, к строительству. То есть мы уже ориентированы на местных производителей сельхозпродукции, местных предприятий, которые изготавливают продукцию. И уже в дальнейшем надеемся, что они будут присутствовать как бы на наших площадях. А вот как вы думаете, вот эта идея объединить всех сельхозтоваропроизводителей под одной крышей, можно сказать, она будет популярна? То есть есть уже сейчас потенциальные арендаторы? Ну, конечно, есть. Но они в основном представлены на своих площадях или же арендуют других арендаторов. То есть в основном речь идет о наших предприятиях, то есть местных. В принципе, все мы их знаем. То есть местная продукция, молочная продукция, промышленный комплекс. Так как говорят, маломайские представлены здесь, в нашем регионе. Ну и основная ставка, конечно же, на субъекты малопредпринимательства. То есть с возможностью льготной аренды в будущем для них. Льготная аренда. То есть местные производители, они будут получать некую субсидию от региона. Я надеюсь, да. С этим предложением, в принципе, я уже обратился в комитет по инвестициям. Данные льготы действуют и в других регионах. Причем с северо-запада нашей страны. Это Ямало-Нельский автономный округ. Это Санкт-Петербург, в чем это все поставлено прямо на законодательном уровне. В основном это приоритетные, социально ориентированные виды деятельности. Соответственно, с кодом экономической деятельности это сельское хозяйство, мясопродукты, консервирование, хлебобулочные изделия. Ну и так далее, соответствующие этому. А как эта программа работает? Ну, программа работает таким образом, что предоставляет помещение, соответствующее закону о розничных рынках. Есть федеральный закон, если ошибаюсь, 271. Если помещение ему соответствует, то на основании этого арендатор, то есть субъект малого предпринимательства, обращается с субсидией к комитету, или в нашем случае, наверное, фонд, в будущем, возможно, будет, о субсидии арендной платы у этого арендатора, получается. То есть получателем субсидии будет непосредственно сам арендатор, субъект малого предпринимательства. А мы, в свою очередь, выставляем и так заниженную арендную плату, еще исходя даже из этого, они будут получать льготы, так сказать, субсидии, еще исходя, ну, из там, бесконечной, получается, аренды. Ну, для этого рынок должен быть специализированным, соответствовать всем нормам Роспотребнадзора, санитарным. Вот вы в этом направлении что будете делать? Ну, мы к этому направлению, в принципе, в это направление подошли, так сказать, скрупулезно. Мы изначально заказывали проект, уже обсуждали с проектировщиком вот эти все моменты. То есть данные здания уже, я уже говорил, повторюсь, существуют, уже работают в других регионах, вот, и, в принципе, они соответствуют всем стандартам, то есть в том числе и закону о розыщих рынках. Ну, а вот если говорить о предоставлении торговой площади не для предприятий, а вот для деревенского жителя, вот он приехал, рыбу привез, мороженку, какие-то свои сувениры, то для него как будет действовать? Ну, на сегодняшний день, то есть, наверное, для кого не секрет, что это все пока на любительском уровне, то есть мороженка, рыба. Но кто-то занимается и более профессионально, уже ведутся переговоры с потенциальными арендаторами как раз-таки по рыбе, вот, с фермерами ведутся переговоры, в том числе по мясу. Вот, но для начала нужно будет зарегистрироваться как субъект малопредпринимательства, чтобы, в принципе, арендовать. У нас должны быть гарантии по оплате также, то есть будет заключаться договор аренды в дальнейшем. То есть мы должны юридически быть застрахованы все-таки. Ну, и субъекту также как бы необходимо для дальнейшей возможной субсидии, а также в качестве субъекта малопредпринимательства будет зарегистрировано. А вот когда рынок уже построится, он должен в конце 2017 года быть дан? Ну, вообще у нас разрешение действует до 2018-го, до середины. То есть мы планируем, конечно, ускоренными темпами сдать, поскольку здание быстровозводимое. То есть сейчас основной упор на бетон и как раз-таки работаем, чтобы нам не уйти в зиму и уже не подогревать бетон, а спокойно заниматься металлоконструкцией следующей панели. Вот, поэтому 2017 год в конце это реально. Вот когда рынок будет уже готов, как он будет работать? Как в формате ярмарки выходного дня или все-таки ежедневно? Вот об этом вы уже думали? Ну, формат, то есть сама окупаемость этого рынка, она, то есть представьте себе, здание все-таки огромное, то есть окупаемость его очень долгая, свыше трех лет. То есть если мы еще будем устраивать ярмарки выходного дня без ежедневной торговли, то мы будем окупаемость, наверное, будет через лет 20. То есть формат, конечно, будет поддерживаться ежедневной торговлей. Все, конечно, будет зависеть от арендаторов, поскольку у каждого свое расписание, своя локация. Ну, это будет обсуждаться детально. Скорее всего, будем делать так, чтобы у всех было одно время открытия и закрытия. На реализацию своего проекта вы в мае получили окружной грант в размере одного миллиона рублей. Вот насколько эта поддержка существенна, и вот на что пошли эти средства? Да, поддержка действительно существенна, даже больше я скажу, как морально, на самом деле. То есть не секрет, что на участок приезжал сам губернатор, смотрел, то есть проект ему, в принципе, понравился. Также я, как предприниматель, обратился на инвестпортал с ассоциативой поддержки, то есть с возможностью поддержки меня, как предпринимателя, в средстве такого социально ориентированного объекта. То есть реакция была на удивление молниеносной. Ну, если честно, я сам как бы не ожидал. То есть как раз перед строительным сезоном эта поддержка не помогла. То есть данные средства пошли на авансирование металлоконструкций. То есть это, в принципе, как бы способствовало быстрому, так сказать, строительству и развитию нашего предприятия. Ну, а вообще, вот, как вы уже сказали, проект готовился два года. Что все-таки самое сложное при строительстве и возведении вот таких больших объектов? Что больше всего занимает времени? Ну, то есть строительством я занимаюсь уже не первый год. Самое сложное — это наш регион. То есть у нас практически отсутствует какая-либо инфраструктура для строительства. Очень короткий сезон для строительства. То есть поэтому мы заказали быстровозводимые здания, чтобы, возможно, успеть как бы сроки, которые необходимы, в принципе, для строительства. Вот. Сложности, но прям с такими бюрократическими сложностями особо мы не встречаемся. Конечно, бывает там на начальных этапах это доработка проекта. То есть там ордера на земельные работы, технические условия и тому подобное. Это все уходит в месяца. Вот. Бывает, что как-то это все бывает не согласовано, но в принципе как бы решаемо. То есть мы работаем не первый год, уже знаем эти нюансы, поэтому заранее запрашиваем документы и идем вперед. А так в целом, ну, участок вполне подготовленный. Единственное, что хотелось бы, в принципе, но я уже обращался с этим вопросом, это благоустройство территории хотя бы подъездных путей. Потому что они, в принципе, в район центральный, я бы сказал, на части города находятся, а элементарных дорог там нет. То есть вот это как бы плачевно. То есть дороги, освещения, этого было, в принципе, достаточно. А если вот говорить о юридической помощи, то вы не обращались в фонд поддержки предпринимателей? Там ведь тоже оказывают начинающим бизнесменам поддержку. Нет, конечно, мы, то есть изначально тоже эту тему муссировались и с ними. То есть они как раз-таки сказали обратиться на НСПортал. Вот, также помогали в комментариях к бизнес-плану, то есть корректировке его и тому подобное. Вообще, как бы, поддержка оказывается с фонда, как бы, на всех уровнях, в том числе и сейчас. То есть интересуется, а также способствуют средства массовой информации этому, органы госвластия. Так что оказывается всестороннюю поддержку этому объекту. Очень приятно. Ну вот сейчас, вы сказали, у вас начнется возведение уже самих конструкций и потом уже, соответственно, внутренние работы, да, на зиму запланированы? Ну, сейчас у нас основная ставка — это фундамент, но фундамент уже построен. Сейчас у нас идет технологический перерыв, чтобы он затвердел. Дальше мы планируем возведение металлоконструкций для того, чтобы нам залить межэтажное перекрытие и перекрытие цокольного этажа. Также планируем успеть в навигацию завести стены, сэндвич-панели и крышу. То есть это вот как бы задача минимум, по крайней мере, до конца навигации. Это уже четвертый квартал. И уже зимой можем монтаж, приступить к монтажу сэндвич-панелей. То есть середина следующего года — это уже внутренняя отделка. А в рабочих урках, в рабочей силе не возникает проблем? Есть желающие работать? Ну, как бы есть. То есть мы, конечно, некоторые виды работ привлекаем и субподрядной организацией, так сказать, аутсорсинг, для того, чтобы нам выдержать некоторые нормы того же бетона. То есть сейчас привлекали стороннюю организацию. По металлоконструкциям, в принципе, тоже будут помогать. Но мы, как бы, знаете, город, регион небольшой, тем более в этой сфере все друг друга знаем. И, так сказать, по-дружески помогаем. Вот. Ну, конечно, не просто так, но, по крайней мере, поддержка ощущается в том числе и предпринимателей в этой сфере. Очень приятно в том числе и это. Ну, на этот год вы сказали то, что у вас с финансированием все получается. Вот на следующий год планируете ли привлекать средства инвесторов и, вот, чтобы до конца уже завершить строительство? Ну, в принципе, у меня и в бизнес-плане фигурировало о том, что большая часть это личные средства. Также средства гранта тут участвовали, это не один миллион рублей. Вот. Также планируются и заемные средства. То есть сейчас, на самом деле, на сегодняшний день очень много инструментов для реализации. То есть кредитные программы, то есть субсидиры кредитов там и тому подобное. Вот даже вот можно в фонд обратиться, там у них очень гибкие условия. Например, мы хотим тоже поучаствовать и в том числе и там по микрозаймам. Вот. Также банки сейчас наконец-то стали бороться за клиентов. Вот. Видят, что дело и движется. Вот. Есть предложения. В ближайшее время мы тоже будем общаться и с банками. В принципе, это как раз-таки работа идет тоже на 3-4 квартал. Следующего года? Нет, этого. Этого года? То есть работа с банками на 3-4 квартал, то есть по заемным средствам. А там уже, если возникнет такая необходимость, то уже будем привлекать инвесторов. В том числе на оставшуюся сумму. А вот кто может выступить в роли инвесторов, на ваш взгляд? В принципе, ну как бы в нашем регионе не так это развито, но по крайней мере в городах федерального значения есть целые инвестиционные компании, которые в принципе на этом очень плохо зарабатывают. Вот. Но они, конечно, скрупулезно изучают все эти процессы. Но я, конечно, не вижу в них потенциальных инвесторов, тем более, что наш регион является, так сказать, отдаленным. Но, несмотря на это, мы написали заявку на инвестпортал, то есть на инвестпроект, что как бы требуется, ну, возможны инвестиции. Ну, как это будет действовать? То есть они переводят сейчас средства, а потом по мере окупания проекта вы им возвращаете? Или как они действуют, эти программы? Ну, как я вижу, если честно, то есть я еще не работал с такими, так сказать, компаниями. Но это или же привлечение инвестиций для дальнейшего вывода и с их процентами, как, по примеру, банков. То есть уже более, то есть выше процента, чем банк. Вот. Но опять же, они не требуют ежемесячных платежей, там, ну, более гибкие условия. Или же процент от недвижимости, там, или процент от управляющей компании. Там есть свои, как бы, нюансы, как раз таки, в управлении рынков. Вот. То есть по-разному. Как по-разному работают. То есть какие условия, в принципе, нравятся самому, непосредственно собственнику. То есть и предложение инвесторов. Ну, обычно находят золотую середину. Ну, тут, как бы, правила, они как бы одни. А округ будет участвовать в финансировании? Или это вот чисто такой частный проект? Вообще это полностью частный проект. Вот. Единственное, что округ действительно оказался действием в помощи, это грант. Поскольку объект все-таки социально ориентированный, то есть сельхозрынок все-таки. Вот. И пока на этом округ... Ну, предложения есть, в том числе и по микрозаймам, то есть обсуждаем. То есть там вопросы по документам и тому подобное. Также по возможной субсидии, субсидирование оборудования и другие программы, которые в том числе и есть у фонда. Помощь округа руками фонда, так сказать, происходит. Ну, это все равно еще тема. Так что этим стоит пользоваться. В том числе, там, субъекты малопредпринимательства в нашем регионе. Тем более, что у нас и условия сейчас для работы, то есть малопредпринимательства, сделаны очень гибкие, в том числе и по налогам. Вот. Сейчас, как бы, работать стоит все-таки начинать. Если бизнесом кто-то хочет начинать, то лучше все часто это делать. Ну, вот, как раз-таки по налогам. Вот какие лично вы получили льготы в этой части? Ну, сейчас у нас организована новая компания, то есть общество с ограниченной ответственностью. Я так понимаю, мы на упрощенной системе многоуложения, 6% на доходах. Вот. И я так понимаю, что в связи с местным законом мы на 2 года будем платить по льготной системе данную науку. То есть это очень здорово. То есть до 2017 года, получается? Ну, нет. Мы в этом году организованы до 2018 года. То есть это как раз-таки сейчас, на этой стадии, это нам очень помогает. На самом деле. То есть лишние расходы мы не используем, получается, мы, наоборот, лишние деньги инвестируем в свой проект. А вот что касается работы, вот как мы уже говорили, с потенциальными арендаторами, то есть здесь идет какая-то работа или нет? Вот кто уже заявился и сказал, что да, я буду тут продавать? Ну, опять же, вернемся к нашему региону. Так сказать, сарафанное радио работает неплохо, тем более, что средства массовой информации способствуют этому развитию. люди общаются, звонят, у кого есть мои личные контакты, звонят, спрашивают, интересуются, в том числе интересовались и предприятия. Не буду пока озвучивать, какие по возможной аренде. Но сейчас все-таки люди хотят видеть, по крайней мере, не только фундамент, а хотя бы что-то более осязаемое, стены и тому подобное, чтобы нам хотя бы заключить какие-то договора о намерении предварительные. То есть надо будет все-таки, я так полагаю, потенциальному арендатору все-таки видеть картинку. А вот сколько вы рассчитываете там будет примерно торговых мест? Ну, максимально, то есть вообще там двухэтажное получается здание. То есть максимально на двухэтажах мы так прикинули до 20 возможных арендаторов. То есть если еще учесть, что для предприятий необходимо будет холодильное оборудование и тому подобное, то есть складские помещения, то есть придется все-таки какую-то часть первого этажа тоже делать меньшую. То есть именно под это все. Так 15-20 специальных арендаторов. Вот вы, наверное, знаете, что в Наринмаре уже была попытка создать сельскохозяйственный рынок на месте Элит-Сити, и там уже даже все построили, тоже рассчитывали, что вот будут арендаторы, но у них как-то не вышло. А вот вы риски такие вообще для себя рассчитывали? Ну, риски тут, они в принципе есть. Но они какие? То есть основные риски это все-таки конкурентная среда вот в этом направлении. То есть если, например, если какой-то предприниматель сейчас захочет все сделать сельхозрынок, то это, так сказать, не в огород, не мне, не ему получается. То есть поэтому как бы все-таки вот это направление, мне оно больше нравится, поскольку потенциальные арендаторы, они уже есть здесь, в нашем регионе. Это очень хорошо. Не надо искать их в других регионах, особенно где-то в Москве и там в Санкт-Петербурге. Вот. Также здесь, по крайней мере, эта тема, она, то есть, она одна. То есть сейчас вы правильно сказали, что раньше была возможность для кого-то, я не воспользуюсь, мы будем ей пользоваться по максимуму. То есть создаем все-таки тот стандарт, который будет привлекательным не только арендатору, но и покупателю. То есть все-таки здесь еще и речь идет о качестве, то есть обслуживания. То есть чтобы закупить продукты для семьи, не нужно забегать в четыре разных места. Все правильно, все правильно. А можно зайти на рынок и будет все найти там. Да, да, все верно. Я сам, как потенциальный покупатель, приходится даже в нашем небольшом городе тратить практически час-полтора на покупку элементарных продуктов. То есть пакета продуктов, там от молочных, мяса до хлеба, это все в разных точках находится. Ездить по всему городу искать. А так удобно, в принципе. Заехал к нам в сельхозрынок, по пути заправился на заправке, поехал домой. Ну вот вы как предприниматель, наверное, следите за бизнес-средой в регионе, в городе. Вот как, на ваш взгляд, она меняется в последнее время? Есть ли какие-то интересные проекты, которые вам понравились, кажутся перспективными, актуальными? В нашем регионе, имеете в виду? Да. Ну, вообще, то есть если брать бизнес-проекты, да, то есть по... больше, наверное, в федеральной смысле смотреть, то это как бы интернет-проекты. Но здесь это как бы тема не муссируется. Что касается нашего региона, то любой проект, если он новый и не задействован кем-то другим, то он уже интересен потенциально. Потому что ты в этой сфере являешься, по крайней мере, маленьким, но монополистом, вот, и используешь это по полной программе. Вот, по крайней мере, есть, конечно, действительно проекты. Например, вот мне недавно проект понравился, вот хостел, вот открыл молодой человек. На самом деле это актуально. Была проблема для нашего региона с высокими, с высокими гостиничными номерами, ставками. То здесь как бы это, я считаю, актуально и вовремя. Вот, ряд других проектов, в принципе, тоже молодых предпринимателей, с которыми мы также общаемся, очень интересные. То есть, действительно радуешься за них, как у них все это получается. И уже которые реализуются, и реализуются, я считаю, неплохо. А вот что касается создания такой мини-фермы, там, петухи, курицы, яйца разводить, вот это сейчас насколько актуально и нужно региону? Это очень актуально и нужно, особенно, я бы сказал, селам, деревням, то есть, перед самой периферией. Поскольку периферии сейчас все-таки, если мы в городе как-то чем-то обходимся, да, то есть, альтернативой, то в той же деревне пошел, купил молока, это реально проблема. То есть, в некоторых джиннях молоко дороже водки стоит. То есть, для кого не секрет. Если, конечно, на селе это все будет развиваться, особенно, то есть, субъекты малопредпринимательства, там, будут локомотивом в этой сфере, то это будет здорово. Но надо понимать, что тоже сельское хозяйство, оно, тем более в нашем регионе, оно будет выживать только за счет субсидий. Вот, субсидии, то есть, возможно, лучше, конечно, создать условия для начала, то есть, субсидии по электроэнергии, теплоснабжению какую-то, потому что на той же периферии стоимость киловатта, она просто золочная. То есть, мы там работаем, представляем, как тяжело приходится. То есть, руки опускаются тех же предпринимателей работать в регионе. Хотя, вот сейчас есть попытки, в том числе, на той же волне по грантам, которая сейчас была, некоторые проекты выиграли, в том числе и фермы той же деревни Андик. То есть, если округ не будет поддерживать начинающих предпринимателей, то там, допустим, десяток яиц будет стоить намного дороже, чем в сети, в городских торговых сетях. Ну, просто поймите правильно, да, то есть, от чего зависит цена образования, да, то есть, молоко, которое мы сейчас покупаем, да, оно там 30-35 рублей варьется, а сама его себестоимость, она свыше 50, да, то оно продается 30-35 рублей только за счет того, что оно субсидируется. То есть, это окружные предприятия. А те же фермеры, им нужна изначальная субсидия не только на продукцию, им изначальная субсидия нужна, в том числе, на коммуникации, электроснабжение, то есть, для того, чтобы начинать это все развивать. Вот, там, на те же дрова, там, возможно, чтобы отапливать тот же коровник и тому подобное. То есть, конечно, гранты и все это здорово, но помимо этого, это начальный этап, помимо этого все-таки развитие должно идти и дальше, то есть, чтобы максимально расширить предпринимателю свою деятельность, я имею в виду. А в дальнейшем, то есть, хотя бы это как бы какое-то временное, знаете, явление, что возможно, чтобы понять, что вот он идет дальше. Хотя бы на уровне своего поселения, чтобы он там начал, а если он захочет расширяться, то уже и вкладываться. Да, я, например, приезжал в эту же деревню, там, Антик, то есть, те же зверофермы, это все заброшено, это раньше же действительно, это очень много народу было, работало над этим всем. Коровы были, телята, что-то, макарова тоже были, представляете, да, там какие-то поля и все остальное. То есть, это все раньше работало, но оно работало только за счет субсидий. То есть, раньше, как бы, государство делало очень серьезную ставку. Сейчас мы, как бы, сейчас пытаются все это отдать в руки предпринимательство, но, опять же, предпринимателям очень тяжело начинать все-таки с нуля заниматься этой деятельностью. Тем более, что деятельность, она, я бы сказал, неприбыльная все-таки. То есть, она выживает за счет субсидий собственных хозяйств. Все-таки надо отдать низкий поклон этим людям, которые занимаются сельскохозяйством в нашем регионе. Это действительно адский труд. Ну, может быть, вот с появлением рынка это как-то подтолкнет людей, вдохновит, что вот вы смогли построить сельхозрынок, а значит, они тоже смогут открыть какое-то свое дело, допустим, в том же, в отрасли сельского хозяйства. Да, то есть предприниматели как раз-таки, те, кто хочет идти дальше развиваться, именно занимаясь прямой этой деятельностью, прямо, да, то есть сельским хозяйством, фермерством, вот, то ему этот проект, который я буду реализовывать, ему будет интересен, сколько это будет точка сбыта его непосредственной продукции. То есть я уверен, что качество вчерашних яиц будет отличаться от качества тех же яиц, которые были месяц назад изготовлены в другом регионе, поверьте. То есть все-таки мы хотим жить на севере и питаться здоровыми продуктами и будем, по крайней мере, стремиться к качеству потребления этого всего. То есть опять же вернемся к покупателям, да, то есть о них тоже заботимся. Спасибо большое, Виктор. Я напомню, у нас в гостях был Виктор Хабаров, предприниматель, который строит первый сельскохозяйственный рынок в Ненецком округе. С вами была Валентина Чебичек, это программа «Актуальное интервью». До встречи.